Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Очурда», ее ведущий Эрмек Куренкеев. Сегодняшняя наша тема – это водительская культура, этика. К сожалению, многие граждане сталкиваются с такими проблемами, как хамство, грубость со стороны водителей. До этого есть причины, говорят эксперты, так как это пробки, незнание правил дорожного движения. Эти и другие вопросы мы сегодня обсудим с нашими гостями, которые у нас в студии. Ахмед Нурмамбетов, представитель главного управления Организации безопасного дорожного движения Республики. Галина Кетова, заслуженная артистка Кыргызстана. И у нас на прямой связи Канад Медин-Улу, гражданский активист. Добрый день, уважаемые. Водительская культура, насколько она развита у нас? Как вы думаете? Ну, нет предела в совершенству, конечно. И мне кажется, нам еще есть над чем работать. Я сама автолюбитель, но не очень люблю водить автомобиль. Именно по той причине, что я сталкивалась несколько раз с какими-то очень такими грубыми ситуациями со стороны других водителей. Поэтому это как-то не воодушевляет меня. Вот, Галина Сергеевна, скажите, пожалуйста, вы инициатор культурной программы в общественном транспорте. Там были информации, что вы там также читаете стихи. Вот подробно расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, у нас родилась такая идея. Просто сделать немножечко культурнее обстановку в нашем общественном транспорте. Потому что мне кажется, очень важно популяризировать общественный транспорт. Он все-таки для города более полезен, чем огромное количество легковушек. Ну, и плюс ко всему, немножечко хотелось отвлечь людей от серых будней, от разговоров о негативных ситуациях. У нас часто обсуждается в транспорте. Водители любят поддержать тоже иногда разговор в этом направлении. Хотелось немного разнообразить нашу культурную жизнь простого горожанина, который, может быть, не всегда придет в театр. И мы пришли сами к нему. В общем, наша студия актерская, молодежная. Останавливается внутри троллейбуса или автобуса, да? Останавливается троллейбус на остановке, либо автобус. Заходит группа молодых людей в белых рубашках с красными бабочками. И по дороге начинают читать стихотворения. Это воспринимается на ура людьми, которые едут пассажирами. И даже дети подключаются, начинают тоже читать стихи, кто что помнит. Еще у нас есть несколько песен, которые мы поем все вместе. Так что все происходит очень на большом, позитивном. Подобные, по-моему, явления есть в Москве. Например, когда в метро, там люди заходят, уже там играют на инструментах, читают. Мы бесплатно читаем стихи. Понятно. Ханат, вы на связи, да, у нас? Ханат, скажите, пожалуйста, водительская культура. Вы как гражданский активист, как горожанин, как водитель. Вот как раз вы сидите за рулем, да? Скажите, вот насколько она развита у нас? Сталкивались ли вы подобные ситуации? Ну, всем добрый день. Безусловно, сталкиваешься с грубостью, когда тебя подрезают, когда тебя хамят, ну и так далее, и так далее. Но скажу, что в последнее время, мне кажется, эта ситуация стала как бы улучшаться, да? Потому что очень много водителей, которые пропускают, ну, какая-то солидарность все-таки есть, да? Там, я не знаю, там моргают друг к другу, там как-то вот, я думаю, улучшение все-таки есть. Не знаю, есть ли влияние проекта «Безопасный город» на это, то есть установка камер. Возможно, как-то так, да? Ну, конечно, безусловно, нам нужно улучшаться еще больше. Ахмед Юсупджанович, скажите, пожалуйста, вот как раз наш активист сказал про «Безопасный город». Действительно ли вот с помощью «Безопасного города» возможно вот снизить подобные явления? Нет, вопрос Ахмеду Юсупджановичу. Здравствуйте. Ну, насчет «Безопасного города» я бы хотел отметить, что с вводом камер аппаратов программных комплексов на выявление нарушений правил дорожного движения водители начали изучать правила, соблюдать их. Вы, наверное, заметили, что после этих камер начали прям разметку смотреть, дорожные знаки, направление движения выбирать. И к нам тоже начали обращаться о том, что некоторые знаки неправильно выставлены. То есть, чтобы мы устранили эти, как бы, несогласованности, да? Насчет культуры вождения, я считаю, это переходит нам с других городов. Ну, допустим, в Алмате, ну, в Москве, вот вы сейчас тоже говорили, что там пример привели. Тоже там культура вождения и взаимное уважение водителей вне правил дорожного движения. Очень такое прям приятно ездить. Включишь поворотник, они тебе сразу уступают. И взаимно ты тоже так же поступаешь. Я думаю, идет вот эта тенденция взаимного уважения. То есть, мы берем пример, вот такой положительный пример, других городов, стран, поболее нашего города. Вот недавно произошел такой, вопиющий случай, где вот в троллейбусе водитель просто-напросто вытолкал пожилую женщину, да? Из-за того, что просто у нее там в сумке что-то, вот, противный запах, да? Вот давайте про это вот, ну, у нас мы сделали такой коротенький сюжетик, да, сюжетик посмотрим. Общественный транспорт в Бишкейке хаотичен и непредсказуем. Безопасность в маршрутках стала одной из главных проблем для обычных горожан. Уровень качества транспортного обслуживания населения заметно снизилась, что вызывает недовольство пассажиров. Получается так, что маршрутки как набьются на остановке, что троллейбусу, ну, просто некуда. И вот они сигналят, там такой шум, вот, особенно в центре, вот, там, а эти, где жилые дома, вот, представляете, какой шум стоит там. Вот ГАИ раньше работало по поводу шума, сейчас вообще, абсолютно, они по поводу шума вообще не работают ГАИ. Конечно, хотелось бы иметь такой транспорт, который большой автобус, маршрутки, потому что люди не влезают, вот, и, наверное, государству тоже выгодно. Почему? Потому что каждый маршрут и получит налог, правильно? Вот, и если их всех убрать, наверное, конечно, налоги снизятся. Было бы хорошо, если сделать бы автобусы. Судя по последним событиям, компетентность некоторых водителей упала ниже некуда. Курят, не церемонятся с пешеходами, разговаривают по телефону. А переполненность салонов уже стала привычным явлением для горожан. Хотя по нормам от общего количества мест одна третья части допускается ехать в стоячем положении. Общественность на днях сколыхнул случай, произошедший на одном из маршрутов. Водитель троллейбуса бесцеремонно выгнал из салона пожилую женщину. Позже он, конечно, был уволен, но неприятный осадок от инцидента остался у многих. Водитель троллейбуса бесцеремонно выгнал из салона пожилую женщину. Водитель троллейбуса бесцеремонно выгнал из салона пожилую женщину. Даже по интернету принимаем меры. Первый выговор, замечание. Если особо грубо, выговор. И потом после этого процедура. Первый раз, второй раз, третий раз. И если повторяется нарушение, мы расстаемся с этим. Помимо этого, техническое состояние маршрутных такси оставляет желать лучшего. Жители негодуют и возмущаются. По словам экспертов, именно из-за плохого состояния транспорта возникают ДТП. Техническое состояние транспортных средств, внутреннее состояние салонов оставляют желать лучшего. Причиной того есть, на мой взгляд, две причины. Это, естественно, первая причина, это некоторые наши недоработки со стороны контролирующих органов. И вторая причина, это на сегодняшний день тарифная политика. Каждый день на линию маршрута выходят свыше 200 тысяч транспортных средств. Основной проблемой является изношенность строк службы каждого от 10 до 15 лет. Однако в Кыргызстане есть и те автобусы, которые служат порядка 25 лет. Если опираться на опыт других стран, то ни одно государство не обходится без развитой транспортной инфраструктуры. Основная задача которого – обеспечивать потребность населения. Вот вы все увидели сюжет, где водителям грубо относятся к пожилой женщине. Ваше мнение, почему подобное случается? Причина в чем? Ну, наверное, в первую очередь, конечно, воспитанием, потому что все корни у нас растут из семьи и манеры поведения, наверное. Ну и, конечно, тут такая ситуация, что люди действительно на такой работе, работе с людьми, должны понимать, на что они идут. Это очень серьезная и очень сложная работа. Трудно быть вежливым водителем, когда ты нервничаешь и отвечаешь за других пассажиров, и ты нервничаешь на дорогах. Я вчера буквально ехала в троллейбусе, и действительно очень трудно парковаться троллейбусом, потому что стоят маршрутки, сигналят все. Ну, то есть нервная обстановка очень. Возможно, еще и, конечно, качество уровня жизни и зарплаты, наверное, не позволяет человеку бояться расстаться с этой работой. Возможно. Но я думаю, что благодаря интернету сегодня очень сильно меняется ситуация. Есть еще такие факты, что элементарно водитель троллейбуса не останавливается, например, на остановке, где стоят, например, бабушки, дедушки. Я не обращала в этом смысле внимания как-то. Троллейбусы, они вынуждены останавливаться, маршрутки нет. Вот именно водители троллейбуса. Вот у меня вопрос Ахмеду Юсупджановичу. Вы нас слышите, да? Да-да. Скажите, пожалуйста, действительно, у нас в городе очень много машин. Более, по-моему, 300 тысяч машин. И паркуются где хотят. Вот в этом плане, что делается вашим ведомством? Скажите, пожалуйста. Тоже один из причин же, по-моему, это пробки, это парковка, это как бы несоблюдение ПДД и так далее. В настоящее время в городе работает бригада и эвакуируют машины, которые поставлены с нарушением правил дорожного движения. То есть под знак «Остановка запрещена». Работа в этом направлении ведется также инспекторами. То есть составляются протоколы. Но эффективный такой метод – это эвакуация. Я думаю, может быть, максимально еще машины, которые работают по эвакуации автомашин, надо увеличивать. Ну, будут увеличиваться еще. И самый эффективный метод является эвакуация транспортных средств. Вот в последнее время что-то не стало видно эвакуаторов? Или как? Временно приостановили? В какой-то период они не работали. А, не работали, да? В каких-то обстоятельствах, да. Сейчас опять, по-моему. То есть они сейчас работают? Обновили сейчас работу, да, да. Может, это уже подополнить? Да, ну, мне кажется, это одна из форм воздействия на водителя. Но другая – я за позитивные меры. Может быть, какие-то примеры положительные и позитивные. Например? Ну, я не знаю. Лучший водитель. Я знаю, что был конкурс даже в общественном транспорте. Лучший водитель, самый вежливый водитель. Доскопочет. Да, это замечательно. Потому что человек, когда только боится, что его накажут, это один аспект. А с другой стороны, когда его похвалят за хорошую работу, мне кажется, и человеку приятно, и всем, кто его окружает. Заметно. Поэтому это такой один из вариантов. Я вот с радостью. Мы отмечаем работу тех водителей, с которыми мы катаемся с нашими поэтическими мероприятиями. Мы отмечаем их качественный уровень вождения. Потому что это не просто. Артисты стоят и должны читать стихотворение громко на публику, которая не готова. И если водитель неаккуратно вводит транспортное средство, это опасно для жизни просто, да. И других тоже. И поэтому мы отмечаем их хорошую работу и просим тоже как-то обратить внимание, поощрить, может быть, этих водителей. Канат, вы на связи, да? Вот хотелось бы узнать ваше мнение как гражданского активиста. Мне кажется, я вот согласен, что нам нужно больше делать акцент на позитив. Вот у меня часто возникает такая мысль, допустим, на остановке ты смотришь, очень много людей, которые ждут своего транспорта, а улица вся забита машинами, которые просто пустые. Там кроме водителя никого нет. Вот если мы посмотрим соседние города, допустим, у наших соседей Алмата, Ташкент, они довозят друг друга за какую-то плату, и кому по пути они постоянно... Я думаю, если бы вот эти примеры, вот этот опыт мы бы переняли, то очень много проблем было бы решено, да? То есть, например, если до моей работы, допустим, я не могу добраться на общественном транспорте, то я бы просто вынужден вот там довозить и детей, и сам ездить. А если бы, например, вот такая система была бы, то зачем мне машина? Я могу и на общественном транспорте, и на таких машинах подойти. Вот мы перечислили, да, вот это пробки, там неправильная парковка, несоблюдение ПДД. А вот еще какие вот причины вот именно этого случая вы можете рассказать? Ну, мне кажется, это общая культура просто. Культура поведения человека в обществе, конечно. То есть, ну, элементарные моменты понимания. Вот я своим детям объясняю, что если вы едете в общественном транспорте, ну, там нужно снять рюкзак, допустим. Да, элементарные вещи. Недавно только, мне кажется, стали на это обращать внимание и дети, и родители. Ну, опять же, в мягкой форме подсказать ребенку. Там усадить его на возможное место какое-то, освободившееся, и там самому постоять иногда даже. Потому что это просто, ну, небезопасно, скажем. Наверное, ключ здесь к этой ситуации – это вот в общем воспитании, в умении друг друга, не просто презумпция виновности, когда ты во всем обвиняешь других, но задать себе вопросы, стараться этот мир сделать лучше со своей позиции сначала. А потом уже задавать вопросы другим. У меня вопрос вот к представителю ГОБДД. Ахмед Юсупчанович, скажите, пожалуйста, что делается вашим ведомством именно в этом плане, что ваши сотрудники делают какие-то профилактические работы, или там мероприятия, или там рейды по этому поводу? Ну, рейды систематически проводятся. Вот, допустим, сейчас в неделю два раза проводится рейд пешеход, где мы меры принимаем к пешеходам. Это, конечно, в большом городе, как бы, в Бишкеке незаметно, но в регионах эта мера, я думаю, небольшую профилактику, чтобы не только водители и пешеходы тоже соблюдали правила дорожного движения. И вот сейчас наши участники нашей программы посоветовали, чтобы не было только карательной мерой в отношении водителей, но были меры тоже, как бы, поощрения, ну, как бы, пристыдить, может быть, не обязательно оставлять протокол. Вот такую меру, в принципе, вот сейчас новая служба вступит в город Бишкек, патрульная служба милиции. И вот в этой службе будут даны полномочия при необходимости некоторые нарушения, будем говорить, предупреждать устно, то есть заниматься профилактикой правонарушений, чтобы не обязательно была карательная мера. А вот вы как думаете, Канат, вы согласны с ним? Конечно, конечно, это очень правильно, потому что, вот, допустим, у меня друзья, которые, ну, ездили в Америку, там, они тоже говорят, что полицейские часто останавливают и просто делают предупреждение, если это не, как бы, несерьезное нарушение, он предупреждает и говорит, ну, как бы, в следующий раз вы этого не делаете, ну, не повторяйте это нарушение. И отпускает водителей. Да, конечно, это было бы очень, да, это было бы очень хорошо. Я думаю, было бы действенно. Давайте мы обратим внимание, у нас еще есть видеоролик «Блицопрос». Давайте посмотрим. Раньше не было культуры. Сейчас, как появились камеры, есть улучшения. Появилось уважение. В городе культуры вождения нет. Постоянно пробки из-за этого. Подрезают друг друга. Уважение вообще нет. Ее нет. Не абсолютно. С тех пор, как камеры поставили, штрафы повысили. Чуть-чуть повысилось. Но люди себя, в общем и целом, ведут сдержанно. Посмотрите, когда маршрутки, машины друг другу подрезают, что втиснутся. Все-таки прямых конфликтов, такого, чтобы оскорбления, драки практически не было. Скажите, пожалуйста, из каких отношений складывается этика водителя по-вашему? Из уважения. Ну и, конечно, я думаю, люди бессмысленно не будут агрессивно себя вести. Если они чувствуют безнаказанность, то, я думаю, конечно, это повышает уровень агрессии вообще в обществе. То есть агрессивность. Да. Это в первую очередь. Ну, агрессивное и безнаказанное поведение. То есть ты понимаешь, что человека никак никто не накажет. Поэтому он, думаю, начинает себя вести как-то неадекватно. А вы как думаете, Ахмед Юсубичанович, из каких отношений складывается этика водителя по-вашему? Этика водителя, я думаю, знаете, может быть, социальный уровень чуть-чуть влияет, что все такие спешат, торопятся, хотят уладить свои бытовые проблемы за быстрое время. И все как бы, много людей как бы раздраженных. Но все-таки, я считаю, допустим, каждый участник, ну, каждый водитель, буду говорить, я в том числе, я также стараюсь уступить всегда дорогу. Даже получить, когда уступишь кому-то дорогу, он поблагодарит, там, аварийка, помигатель, рукой помажет. Тоже приятно. Это тоже положительный этот, оставляя след. То есть потом еще хочется кому-то уступить или что-то сделать хорошее. Вот скажите, пожалуйста, вот мне к вам вопрос. Есть такие случаи, когда водители, вот даже я сам был свидетелем, что многие водители не пропускают спецмашины. Именно, допустим, у скорой помощи, там, пожарников, да, и так далее. Вот в этом случае что делается, вот предусмотрено вашим ведомством? Ну, сейчас мы, в связи с тем, что в городе очень много машин, рейд, мы систематически проводили рейды, маяк. Ну, просто чтобы не создавать неудобства гражданам, это количество рейдовых мероприятий сейчас до минимума давили. Ну, мы в таких случаях, мы составляем протокол, если выявили нарушение. Но вот я еще хотел бы здесь отметить, чтобы водители, вот этой скорой помощи, тоже соблюдали правила дорожного движения. То есть есть факты дорожного транспорта происшествия, когда водитель скорой помощи думает, что ему все уступят дорогу, и сами попадают в дорожный транспорт происшествия и становятся виновными в этом ДТП. А есть факты, где именно участники, допустим, инспекторы сами нарушают правила дорожного движения? Ну, инспекторы, если нарушают правила, к нам поступают видео, фотофиксация нарушения, вот граждане отправляют, мы принимаем к ним меры, соответствующие меры. А вот, допустим, если человек стал свидетелем, допустим, не пропустил спецмашину, он снял, вот куда, к вам можно обратиться или как? У нас есть сайт ГОБДД, МВДКР. На сайт можете направить, любое граждане можете направить, мы примем меры. Прекрасно. Мне кажется, очень большую роль здесь играет еще и общественное мнение. То есть если мы будем сами граждане, сами граждане, если мы будем акцентировать внимание на каких-то положительных примерах, и в то же время осуждать и порицать какие-то отрицательные примеры, все-таки человек принимает для себя какие-то выводы, делает из этих ситуаций. То есть никто не хочет специально быть негативным персонажем в обсуждении других людей. Поэтому, я думаю, позитивные какие-то моменты, которые выделяются в обществе, мы должны сами их как-то инициировать, может быть, поддерживать, делать на этом акцент. И у меня такой последний вопрос к вам, Галина Сергеевна. Давайте, вот, мне хотелось бы закончить нашу программу стихами. Да, вот, допустим, вы на общественном транспорте говорили, что читаете стихи, там еще что-то, вот, такое культурное, может, акции. Вы можете там пару стихов или там что-то? Я прочла бы одно из любимых стихотворений, это Владимир Маяковский, стихотворение философское, на мой взгляд. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были? Значит, кто-то считает эти плевочки жемчужинами? И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда. А потом ходит спокойный, но тревожный наружно. И говорит кому-то, ну теперь-то тебе ничего, не страшно, да? Да, послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над домом зажиглась хотя бы одна звезда? Вот. Спасибо вам большое, действительно, было прекрасно. Уважаемые телезрители, а я напомню, что у нас сегодня тема была водительская культура, этика. У нас в гостях были Ахмед Нурмамбетов, представитель ГУБДД, заслуженная артистка со стороны Галина Кетова и гражданский активист Ханат Медин Улу. Спасибо вам большое, дорогие гости, а мы с вами прощаемся. Спасибо.